Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим об известном стихе из Псалма 68-го, который знаком нам и из Нового Завета, и из текстов богослужения, и из проповедей, и из рассказов, и вообще из нашей христианской жизни. Это очень известное выражение, которое фигурирует, как мы уже понимаем, мы во вступлении в разных местах нашей богослужебной церковной жизни. Нашим помощником разговор является портал exeged.ru. Итак, читаю по-славянски, а потом говорим уже о смысле и о разных переводах этого стиха. Стих 10, Псалма 68-го звучит так. Яка ревность дома твоего снеде мя, и поношение поносящих ти на подоша на мя. Нас интересует первая часть этого стиха – ревность по доме твоем снедает меня, поедает меня, гложет меня. И вот об этом полустише, и сегодня мы и поговорим. Но, разумеется, мы, я думаю, что вы не знали, что это Псалм 68-й, но мы точно знали, что это слова Иисуса Христа, когда он, входя в храм и видя там нечто нехорошее, нечто не совсем благоприятное, благовидное, начинает изгонять торговцев, миновщиков, тех, кто занимались каким-то бизнесом из храма, пытаясь храм очистить от всего нехорошего, неуместного, не соответствующего назначению этого пространства и этого дома, Дома Божьего. То есть, грубо говоря, Христос, беря в руки веревку, делая из нее хлыст, выгоняя всех этих лишних ненужных людей, цитирует Псалм, который сегодня мы разбираем. Этот стих 10-й, Псалма 68-го. Итак, что же тут, дорогие друзья, мы можем взять, анализируя, найти, анализируя еврейский текст этого Псалма. Но вот нам, конечно же, очень важна, очень важный смысл этого слова. Вот ревность, ревность. Слово ревность, это слово еврейское кин-а, переводится в разных местах примерно такими словами. Ревность, обида, зависть, страсть, желание, гнев. Ну, видите, слова-то немножко разные, и даже эмоции немножко разные. Но если мы вот как-то попытаемся понять природу этих эмоций, я еще раз назову это вот эти эмоции. Ревность, зависть, страсть, сильное желание, сильный гнев. Мы поймем, что это слово описывает какую-то такую глубокую, охватывающую всего человека непобедимую эмоцию. Действительно, очень тяжело бывает победить гнев, победить зависть, победить сильное желание, влечение к кому-то, сильную какую-то другую эмоцию. Вот это в нас рождается, это охватывает нас, и мы как будто бы пасуем. Нам тяжело совладать с этой глубинной, фундаментальной, рождающейся в подземелье нашего бытия эмоцией. И вот это вот чувство, ну, мы понимаем, что это чувство может быть и плохим, как, допустим, зависть или сильное влечение, либо какая-то дурная ревность. Но, видите, получается, что это чувство может быть и хорошим. И вот нам, людям православным, которых призывают священники себя смирять, быть потише, побольше молчать и так далее. И вот мы удивляемся, как же так? Получается, что это чувство, эта страсть, она может быть и чем-то хорошим, уместным. То, что сам Бог дает человеку пережить и испытать. Вот это чувство испытывал автор этого псалма, он в себе это переживал. Он описывал это чувство как? Что я в себе имею такое чувство, которое связано с храмом, с его... А вот с чем потом поговорим? Да оно с храмом связано, так пока скажем. Это сильное чувство, как будто бы не дает тебе жить, оно тебя съедает, оно тебя гложет, оно тебя ест. Но разумеется, когда вас начинает есть какое-то животное, ягуар, там леопард, тигр, бегемот, собака, даже кошка, если будет она есть вас всерьез, то вы не сможете нормально существовать, вам нужно будет действовать. Так вот, очень важный элемент этого чувства, оно всегда рождает действия. Оно как будто бы всегда за собой влечет действие. Действия помогают утолить голод. Действие помогает как будто бы канализировать, да, покорить это чувство, каким бы оно ни было, плохим или хорошим. Так вот, это то самое чувство, кин-а, которое вызывает, должно вызывать действие. Что, возможно, имелось в виду, да, какая такая ревность? Ну вот, очень часто такое наиболее частотное толкование этого места у древних и современных комментаторов, такое, что нежелание принять то, что храм разрушен, это вот чувство, оно тебя поедает. Храм должен быть отстроен, и тогда получается, что этот стих помещается в после или вот в пленное время, когда находимся мы в плену, вот, храм наш разрушен, нам нужно его обратно отстроить. Ну, я считаю, что это есть та самая мотивация, причина, которая вызывает это чувство в душе автора этого псалма. Это слово переводится, кин-а переводится нам более знакомым словом греческим дзелос в септуадинте. Дзелос, от этого зелоты, вот, есть слова с таким же корнем в английском языке, обозначающие, опять же, вот, ту же самую ревность и страсть и зависть и так далее. Вот, дзелос. Нам знакомо слово дзелос по названию такого движения зелоты. Зелоты, такие были радикалы, экстремисты, террористы, современники Иисуса Христа, у которых их религиозное чувство было таким сильным и таким горящим, что они делали что-то, делали что-то. Но вот возникает важный нюанс. Они делали что-то, что было неправильной реализацией этого чувства. И поэтому Христос их не поддерживает, вот, он не зелот Христос, хотя у него у Христа есть дзелос такая, что он берет хлыст и делает нечто непонятное в храме Господнем. Итак, зелоты, движимые своим чувством религиозным, кого-то начинали убивать. Убивали римских оккупантов, римских солдат, офицеров. Пытались организовать общенациональное восстание. Потом они его и организовали. И об их роли в крушении всего и вся, о разрушении града, Иерусалимского храма, о разрушении всего быта еврейского хорошо пишет Иосиф Флавий. Тоже известный враг, противник, оппонент еврейских зелотов. То есть, видите, такой можно сделать вывод, что само это чувство дзелос, кин-а, может быть нейтральным, да, изначально. Просто рождается чувство. Но в своем выражении оно может иметь какие-то негативные, не знаю, внешнюю форму, да, разрушительную внешнюю форму. Когда всем делается плохо, всем делается хуже, либо нечто такое более благородное, созидательное, праведное или правильное. Так вот, я хочу на основании этого стиха призвать верующих людей иногда отдаваться своему религиозному чувству. И движимые этим религиозным чувством, давайте будем делать что-то, делать что-то во имя того, чтобы Царство Божие было поближе на земле и чтобы зла делалось меньше. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Стих разобран. Нашим помощником выступает портал экзогер.ру. И я, священник Алексей Волочков из Петербурга. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok